В данном отрезке А, Б нарисуйте множество точек, для которых А, М меньше, чем А, Б, а А, Б меньше, чем В, М. Следующая задача еще похожа на предыдущую. Опять данные точки А и В, две разные. Для каких точек М отрезок А, М наименьшая сторона? То есть А, М меньше, чем А, Б, и А, М меньше, чем В, М. Опять же проведем окружность. Да. Внутри окружности это значит А, М меньше, чем А, Б. Затем проведем середину перпендикуляра А, Б. А, М меньше, чем В, М это значит слева. Да, это значит в левую полуплоскость. Да. Ну и пересечения. Получается здесь. Поняли? Отлично. Спасибо большое. Это мы сделали. Следующая задача тоже очень простая, но уже чуть-чуть про другое. В равностороннем треугольнике взяли точку О так, что угол А, Б, О больше тридцати градусов. Это достаточно очевидно, но надо просто суметь понять. Есть односторонний треугольник А, Б, С. Внутри него взяли точку О. Известно, что угол А, Б, О больше, чем тридцать градусов. Задача докажите, что в таком случае А, О больше, чем С, О. Ну, пожалуйста. Мы знаем, что в однистороннем треугольнике каждый заглох равен 60 градусов. Значит, если мы проведем высоту, она будет и бисектрисой, и медианой. Вот, получается, что каждый из этих угол будет по тридцать градусов. Да. А вот точка О лежит вот в этом треугольнике. Наоборот, А, Б, О больше, чем тридцать. Да, и в этом треугольнике. Да. Но при этом не на этой прямой. Да-да-да. Соответственно, вот А, О уже будет больше, чем С. Ну, то есть, серединный перпендикуляр к отрезку А, С, это как раз и ельбисектриса угла Б. И поэтому то, что точка О лежит выше серединного перпендикуляра, означает, что она ближе к точке С, чем к точке А. Спасибо большое. Отлично. Давайте про тот же самый треугольник. Может, вы даже сразу сделаете. Скажите, пожалуйста, где расположены точки, которые ближе к вершине Б, чем к вершинам А и С? Вот смотрите, когда вы берете любую точку внутреннего сторона треугольника, можно измерить состояние на его вершине, до А, до Б и С. Так вот, где расположены точки, которые ближе к точке Б, чем к А и С? Отлично. И какой будет ответ? Вот. Да, верно. Такая вот. А почему? Света в форме северного перпендикулятора на медиане и... Это ни при чем. Медиана ни при чем. Важно другое. Что значит точка ближе к Б, чем к А? Это значит, что... Ответ... Где, где на плоскости точек, которые ближе к Б, чем к А? Нет. Тоже, когда я точек права и А. Ближе к Б, чем к А. И в точке, находящейся в полуплоскости... В одной полуплоскости... Покажите, где они. Ну, то есть... Отсеверного перпендикулятора... Справа от... Нет, справа. От точки... Ближе к Б... Да, да. Справа. Отлично. А где точки, которые ближе к Б, чем к С? Вот здесь вот. Здесь где? Ну вот... По... Так. Ну, короче, вот у нас есть... Б, С. Да. И точки, находящиеся ближе к точке Б, будут... В той же полуплоскости относительно серединного перпендикуляра. Покажите, серединного перпендикуляра. Вот. Правильно. Проще говоря, ниже вот этой прямой. Да. То есть, надо быть справа от вертикальной прямой, проходящей к точке С. И ниже по отношению вот к этой прямой. Ну, и значит, это та самая область. Все. Спасибо большое за экран. Слушайте, это уже специально легкая, но у нее уже условие такое, в общем, мероприятное. Давайте я ее вам испугурирую. То есть, точка О, середина отрезка МК. Середина отрезка МК. Известно, что АМ меньше, чем БМ. АК меньше, чем БК. Задача. Докажите, что из-за этих условий следует, что АО меньше, чем Б. Повторяю. Точка О, середина отрезка МК. Известно, что АМ меньше, чем БМ. АК меньше, чем БК. Задача. Докажите, что в таком случае АО меньше, чем О. Есть отрезок МК. Да. И мы знаем, что АМ меньше БМ. То есть, есть, конечно, какой-то отрезок АВ. Так вот, надо было начинать рисование с отрезка АВ. Потому что точки М и К как-то там расположены относительно середины перпендикуляра. Поэтому надо было сначала нарисовать А и В. То есть, что АМ меньше БМ, это значит, что точка М лежит в полуплоскости, где и точка А. Там же, где А, в той же полуплоскости. Да. И мы знаем, что АК меньше БМ, значит, точка К тоже лежит в этой полуплоскости. Да. А если два конца отрезка лежат в полуплоскости, то и весь он там лежит. Значит, точка О тоже лежит там. Спасибо вам большое. Все сделаем. Так, господа, идите и поняли? Если концы отрезка лежат в полуплоскости, то и весь он там лежит. Отлично. Следующая задача. Дальше дан квадрат А, В, С, Д, где находятся такие точки, что, а дальше идет ряд неравидностей. АМ меньше или равно ВМ, меньше или равно СМ, меньше или равно ДМ. Нарисовать точки, которые ближе всего к точке А, следующее расстояние по величине Б, до точки В, следующее до С и совсем большую до точек В. Можете ли вы понять, где расположены такие точки М? Сначала перейдем к диагонали. Зачем? Ну, тогда мы найдем центр квадрата. Хорошо, центр квадрата, да, есть, конечно, такая точка, но поставьте ее сразу, не учите. Да? Вот. Затем проведем серединный перпендикуляр к А, В. Да, да, пожалуйста. И зачем? Зачем? Я взял вот так. Зачем? Нет, зачем? Ну, потому что нас тогда... А как еще тут? Нет, нет. А что вы хотите вообще? Ну, сказать, что в эту область, это будут точки... Почему вы думаете, что именно эту область? Я не очень понимаю. Нет, значит, а почему нельзя просто разбираться не сразу, вот, как это говорит, а по одному неравенству? Там же написано три неравенства. Вот давайте спокойно поймем. А, М меньше или равно, чем В, М. Где лежат такие точки? В полуплоскости... Вот нарисуйте эту. Ну, в полуплоскости с точкой А. То есть... Нарисуйте, нарисуйте этот серединный перпендикуляр к отрезку А, В. И скажем, что должно быть с какой стороны? Справа или слева? Слева. Слева. Отлично. Давайте это задумать. Слева от вот этой вертикальной прямой. Так? Так. Отлично. Теперь БМ и СМ. Нарисуйте этот серединный перпендикуляр. И теперь где? Что такое ближе точкой Б? С какой стороны? Это снизу. Снизу. Отлично. Теперь принимайте себе слева и снизу, то это на самом деле где будет? Вот и так. Да, совершенно верно. Так и у. Да. Такая вот четвертинка на квадратах. Отлично. И теперь СМ меньше или равно, чем ДМ. Да, да, да. Диагонали выпуклого от четырехугольника равны. Известно, что серединный перпендикуляр к одной его стороне пересекает противоположную сторону. Докажите, что и для противоположной стороны это так. Диагонали выпуклого от четырехугольника АВ-ЦД равны между собой. Известно, что серединный перпендикуляр к отрезку АВ-ЦД. Докажите, что и серединный перпендикуляр к отрезку СД пересекает отрезок АВ. По-моему, вполне себе. Но, поэтому, вот нужно доказать, что такого не бывает. Здесь вот у нас будет серединный перпендикуляр. Здесь у нас серединный перпендикуляр. Надо объяснить, что такое не бывает. Тут большой вопрос, как использовать равенство длинный диагонали. То, что АС равно БД. Это же как-то надо использовать. А умеем ли мы в виде неравенств записать, что вот точки А и Б расположены с одной стороны от серединного перпендикуляра? Можем ли я принять? Я картинку, вроде бы, нарисовал более ненормально, правда? Как сказать, что точки А и Б лежат в одной клубной плоскости? Нужно сказать, что АД больше АС и БД больше БС. АД больше, думаете? В смысле, она будет меньше. Вперед. АД меньше АС. Да, это правда. Мы записали про этот серединный перпендикуляр. А вот теперь надо записать про то, что когда вы проводили серединный перпендикуляр к отрезку АВ, то точки С и Д лежали с разных сторон. Вот смотрите, когда вы провели серединный перпендикуляр, то у вас точка Д лежала с этой стороны, С с этой стороны. Значит, АД должно быть меньше, чем БД. И наоборот, АС должно быть больше, чем БС. И это понятно? Что значит? Точка лежит там с какой-то стороны серединного перпендикуляра. Это неравенство. АД меньше ВД, да? И БС меньше. Отлично. Вот теперь вы должны посмотреть на это равенство и эти четыре неравенства. И дальше надо как бы увидеть, есть здесь какое-то противоречие или нет. Надо просто попытаться эти отрезки расположить, для того, чтобы не запутаться. Совет вот какой. Видите, здесь написано АС равно БД. Так возьмите, и вот эти четыре неравенства перепишите, только везде, где БД, напишите АС. Вот прямо проведите горизонтальную черту. И ровно те же самые четыре неравенства перепишите, только везде вместо БД напишите АС. То есть первое переписываем без изменений. АД меньше, чем АС. Меньше и меньше. Меньше, чем АС. Второе во что превращается? АС меньше ВС. Отлично. Третье. АД меньше АС. АД меньше АС, да. АД меньше АС. Теперь смотрим. Третье, чтобы всем было видно. Значит, АД меньше, чем АС. АС меньше, чем БС. АБС меньше, чем АС. Слушайте, а даже достаточно посмотреть на второе и четвертое. По-моему, это уже достаточно. Оказывается, что мы даже зря выписывали в четыре штуки. Просто второе АС меньше, чем АБС. А четвертое ВС меньше, чем АС. Увидели? Противоречие получили? Спасибо, отлично.